здравствуйте друзья видео то что у вас на экранах я вспоминаю слова марк твена который говорил самая скверная зима в моей жизни это лето в сан-франциско сейчас лето июль месяц вот конец июля и мы въезжаем в сан-франциско и здесь туманчик такой туманчик летом туманно это это вам это вам не зима зимой зимой туманов нет ну насчет теплее свет я бы не стал до по сравнению с кремниевой долины действительно действительно вот вы видите такой сан-франциско в тумане и мы с вами в тумане может показаться что мы едем а они в тумане нет мы тоже немножко в тумане и очень трудно поверить что где-то там у нас долине солнце печет и сегодня будет 30 градусов на франциско будет не больше 16 по цельсию да а поехали мы так буквально там минут 35 вот 35 минут на юг туда в сторону кремниевой долины и будет солнечно и на самом деле чтобы выйти из этой тучи нужно в обратном направлении проехать минут 7-8 и тучи уже не будет а вот а то что вы видите это не какая-то аномалия такая знаете это всегда так но летом летом мы когда жили в сан-франциско и навещали наших друзей в сани вели возвращались обратно не сжали в эту тучу и говорили ну слава богу дома нам казалось что там жарко очень вот а сам процесс как раз самая правильная температура но вот вы видите то есть если кому нравится приезжайте на лето сюда помнится света как-то дело было в алуште молодые мы еще были и там где-то не помню что это там какой-то очереди в магазине там и там местный человек только стоял и к нему другой местный подходит и к эту тебя отпуск так а так когда выгодь на следующей неделе могут ну и куда ты это люди крыму живут в алуште люди живут тот год к брату поеду в подмосковье вид отдохнув вот так что мы с вами из вот из можно сказать южного берега крыма условно сани был значит попадаем вот в прохладное подмосковье условно сан-франциско и вот эти дома слева да да они такие что-то такое напоминает дома сороковых годов вот они тут стоят хорошие до ставинского типа с высокими потолками нужно насчет высоких я бы не стал до хорошей простой да насчет тех да мы там как-то раз были у наших знакомых очень прилично вот он там в тумане до город вот он хотя я сказал что кое-что видно тем не менее да вот эти дома хотя кошечка открою вот они красавцы вот сейчас мне кажется друзья хорошая картинка чтобы вы увидели с этим туманом как происходит ведь он сверху все затянул но солнышко потихоньку начинает пробиваться обычно зимой что-нибудь так к полудню к часу дня вот видите уже солнышко то где мы сами едем уже солнышко солнышко растапливает туман вот поэтому вот это то что мы с вами как раз виде вот вот этого летом летом да значит я оговорился солнышко растапливает туман что-то трясет все и дорога некачественная да и в летнее время особенно вот если машина запарковать на ночь не нибудь вот в таком месте то приходишь ну даже вот не с утра например можно прийти там в 10 часов вечера или в 11 часов вечера и вся машина сверху покрыта водой такой который высаживается на нее мы сейчас находимся на 19 улице океана сороковой сорок восьмой сорок восьмой это не очень далеко от 30 30 улиц влево но если двигаться в сторону центра города там очень может быть что сейчас светит солнце и в общем то довольно таки тепло да и в Сан-Франциско очень много разных райончиков где совершенно разная погода это очень жарко да очень холодно но пишут вот что 23 климатических зоны потому что город холмистый и в зависимости от того откуда ветер дует с какой стороны холма находится и так далее вот как бы разная разный климат да вот здесь больше тумана да больше туман и соответственно ближе к океану тумана больше причем именно это летний такой феномен потому что летом воздух горячий океан холодный вот на стыке горячего холодного получается вот такой вот вот зеленюшки впереди которые вы видите типа лес это парк называется голден гейт парк это историческое место мы через него сейчас поедем ну там через какое-то время ну если кому интересно можете погуглить посмотреть что что там такое за голден гейт парк вот он там впереди это искусственно насаженный парк задача которого была защитить город от ветра идущего с океана который нес с собой песок уже город рос с от нас это справа оттуда со стороны залива сан-франциско город рос оттуда и даунтаун как раз там находится и вот он постепенно дорос вот до этого места так вот задача вот этого лесочка который там была защитить город от песка вот тут где мы с вами едем тут был сплошной песок ну когда-то когда-то а сейчас тут все очень очень дорогое нет даже слов сказать такое дорогое кстати света вчера на бломберг.com был опубликован такой гайд к по поводу жилья доступности жилья то есть они сравнивают для людей возраста давать чего-нибудь там 28 до 40 там трех этот типичный first time home buyer значит они сравнивают их доходы со стоимостью дома для вот начинающих искать владельцев дома в 100 в 100 различных мегаполисах сша в 100 и значит есть 6 районов 6 мегаполисов где разрыв негативный то есть грубо говоря люди не могут платить моргиджи слышишь не могут платить моргиджи при том столько скоро сколько стоят эти дома то есть они берут зарплату этих людей они знают зарплату людей в этом возрасте которые живут в местности и они говорят что их зарплаты не хватает платить моргид вот так вот самая самый большой разрыв это значит на гавайях гонололу да но там уже тонкости такие ну там пару тысяч буквально разница дальше начинается сан-хосе до остальные пять из шести один первая гонололу самый разрывный чтобы там столько не заработать чтобы заработки не вот а потом следующие пять в калифорнии ну манхэттен у них не считается мегаполисом ну вот так что если нью-йорк в целом то там ситуация получше в нью-йорке хорошо зарабатывают вот и кроме того там там есть много достаточно недорогого жилья там квартиры есть и так далее то есть в калифорнии калифорнии значит то там был сан-озе сан-франциско лос-анджелес ну это сан-хосе это у них как бы считается и какой-то городок под лос-анджелесом я не помню там какой-то у них отдельно выделен он и сан-диего а ты знаешь что это приведет к старению населения в этих никакой то есть те кто уже имеет жилье будут жить и доживать а те кто не имеет на молодежь не сможет приобрести и будет очень сильное старение населения или они будут продавать свое дорогое жилье уезжать куда-то где намного дешевле и проживать эти деньги правильно продавать будут они тоже таким же старым таким же старым нет они могут кому-то продавать у кого деньги есть на самом деле когда ты говоришь что они платят mortgage и у них первый взнос там смысле там это но них может быть у них могут быть существенные деньги на первый взнос почему люди реально покупают жилье потому что у них есть деньги на первый взнос побольше поэтому им не нужно оказываться в минусе когда они платят свой mortgage просто у них моргидж меньше чем они там у себя в расчетах своих посчитали вот собственно и вот кроме избавал тоже нет ни здесь стоимость жилья еще может меньше миллиона хорошо ну имеется ввиду дом 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 мы въезжаем в golden gate парк через какую-то колдобину мы въезжаем golden gate парк и проезжаем его поперек если бы вы ехали по нему вдоль это заняло бы намного больше времени а мы проезжаем его поперек этот парк этот парк является излюбленным местом гуляний местного населения там много хорошим большим большой да и там есть и японский садик японский садик и китайский там что-то типа зоопарка даже и это животными со зверушками там есть тут устраиваются всевозможные фестивали там цветы потом потрясающие вот эти палисадники с цветами просто сказочное что-то слов нет да да розовый сад там есть вот ну и в общем тут прикольно прикольно тут тут погулять если когда будете в сан-франциско обязательно выделите может быть там часа три-четыре чтобы походить по этому парку он довольно протяженный на самом деле так вот но сейчас быстро пересечет там на машинах ездит там специальные если где-то парковаться чуть-чуть пройти вдоль озера ну а можно приехать где-то встать вот в городе и пройтись пешочком ничего страшного но желательно это делать будни не потому что воскресенье суббота воскресенье парк с паркингом очень напряженно и тут полно людей с детками они там там расстилают свои тряпочки ложатся значит играют бадминтон ходят по музеям там музея всяких много да это очень-очень непростой тоже может быть надо там как-то пойти сюжете какой-то снять golden gate парка чтобы как единственно что я я по-серьезному если говорить да то golden gate парк чтобы сделать сюжет о нем это нужно может быть там много раз приходите показывать разные места потому что просто так обзор ненько это конечно одно это мы не сможем потому что ну просто физически тяжело он большой мы друзья вышли на такую позицию где мы сейчас пересечем вот эту улицу и поедем немножко вниз и вот там еще остались какие-то облака хотя значительная часть значит туда и даже туман скорее вот этого тумана значительная часть уже солнышком растопилось вот вы может быть даже видите водичку там в конце это водичка это как раз вот этот сан-франциский залив но немножко исчезла туманчик то есть вот бы так красиво движемся по туманчику повесть веселого смешному вороте на городом вороте ну как сказки да когда-то нам казался таким неестественным таким картонным как городком вот здесь дерево да да приехали из москвы и вот это вот бабах тут такое фанерное и думаешь надо же как декорации можно проткнуть ну друзья у кого палец тренированный может проткнуть если простой человек он скорее всего пальцем не сможет вот поехали аккуратненько куда всех пропускать тут народ такой знаете не дают нам проехать пешеходы не дают нам проехать ладно значит чего тут у нас так 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 все мимо нас раскакивают проскакивают да прямо так сосредоточился прямо не могу продолжить рассказ понимаешь что творится это важно и их проехали и тут друзья на нас прямо справа бабах православный храм что-то не перекрасили его что ли золотом он всегда был свет они вы перекрасили они вы немножко подкрасили буквально недавно совсем покрывали золотом обратите внимание сэкономить золото вот этот сусадь да они точечками покрывает не не сплошным золотом а точечками ну и виднее значит этот храм то он относится к патриархату московскому это как московского подчинения в силу этого тут его многие старожилы называют как бы штаб-квартиры кгб этом еще что-то но мы не знаем так просто отмечаем не были нет ночью нам там вот так что есть такое и там туман а вот от в ту сторону мы едем там как раз и океан будет вот быть направо туда поехать будет залив а вот в эту сторону уже океан а вот друзья другая картинка но из той же серии это мы уже уезжаем из сан-франциско и сейчас что-нибудь три часа там с копеечкой дня я не знаю видно ли вам вот на фоне темных веток как клочьями туман такой идет клочьями он его ветром несет и недолго музыка играла в том смысле что недолго солнышко светило да настолько на насколько нужно чтобы разогреть испарить мы чем дальше едем тем больше тумана очень будет интересный контраст когда мы выйдем из этого облака и сразу будет светить солнце да это произойдет через там миль 5 действительно такое наступает момент когда бах и выезжаешь из облака дело в том что сан-франциско стоит прямо на берегу океана поэтому вот эти вот клочья тумана они с океана то и идут а когда мы так дальше будем ехать на юг потихонечку значит справа у нас уже будет не океан а какая-то там территория потом какие-то там холмы начинаются потом уже повыше и так далее так далее пока мы доедем до долины значит вот у нас все будет все больше и больше всего справа поэтому наступает такой момент когда уже не несет туман с океана и сан-франциско в этом смысле довольно специфическое место в климатическом отношении вот конкретно в туманном отношении а вот друзья и кончилась . ну я вам как сказал вот так как небо голубое справа справа у нас водохранилище вы не видите этого но у нас тут справа водохранилище из которого запитывают с водой какая-то часть местного населения за водохранилищем так минут 20 езды до океана то есть мы так уже в материк хорошо ушли и соответственно температура здесь около 30 ну ну не здесь внутри около 30 у нас в сан-франциско до 20 где-то до 17 18 там прохладненько вот а мы так потихоньку вот мы за 40 минут как выйдем из сан-франциско минут за 40 мы от плюс 18 доедем до плюс 30 все друзья вот теперь уже точно мы с вами прощаемся и ничто ничто не заставит меня больше вам показывать сегодня никакие красоты калифорнии которые обычно видны с хайвея счастлива